Последние дни паромной переправы Якутск-Нижнебестях. Официально трафик закрывают в это воскресенье, но перевозчики обещают ориентироваться по погоде. Не все так однозначно и в пассажирских перевозках. Владельцы воздушных подушек с плотной шугой обещают увеличить тариф вдвое. Ситуация знакомая. Весной с одной тысячи поднимали до двух, вмешался министр транспорта Якутии. Госкомцен заявил о необоснованности тарифа и даже предложили альтернативный вариант другого перевозчика. Дело дошло до суда, где представители Фемиды встали на сторону грабительских тарифов. Окончательную точку в вопросе должен поставить Верховный суд. Да вот только заседание его назначено на конец ноября, когда вопрос потеряет актуальность. О переправах и тарифах в репортаже Евгения Тайтонова. Перевозка пассажиров и техники на паромах через реку Лена будет осуществляться до 22 октября включительно. В первую очередь это будет зависеть от погодных условий. Сейчас по направлению Якутск-Нижний Бестях ходят четыре парома с буксирами судоходной компании Якутск. Перевозки осуществляются по ранее установленным тарифам. Именно в это время много таких, кто приехал к парому на такси. Им приходится мерзнуть. Время пути занимает полтора часа в минусовую погоду. Там стоять надо, машины не пускают там, поэтому мы пользуемся речным такси. На Лене идет шуга. В середине недели капитаны начали пересаживаться с катеров за штурвал воздушных подушек. Мы начинали 12 лет тому назад работать, по тысяче рублей возили. В то время бензин стоил 16 рублей, а сейчас стоит 50 рублей. Воздушная подушка стоила миллион двести, сейчас 4 миллиона пятьсот рублей стоит. Вы представляете, сколько на запчасти каждый год увеличивается цена. У нас тариф остается прежний, по тысяче рублей. Тысяча рублей у нас тариф будет идти до тех пор, пока сплошной не падет лед, уже невозможно будет ходить, выйдут работы. Это другая модификация таких же катеров, только немножко другая модификация. И это самое тогда будет с пересадками, до песков сюда, до острова возить отсюда, а там уже будут подушки забирать. Получается две тысячи. Ну а так, если разобраться, подушка, она есть подушка, цена у нее не меняется. Также тысяча рублей. В Якутске суда курсируют с действия второго микрорайона. Тариф в размере двух тысяч рублей будет действовать около десяти дней, пока лед не окрепнет. Затем снова упадет до прежней стоимости. Евгений Тайтонов, Евгений Рязанский. День за днем. Якутск, Верхний Вилюцк, Мегина, Конголасы.